Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают не может. Если кто-то что-то и помнит, то в основном это хиты прошлых лет. Но это, видимо, старого мэтра стало очень сильно раздражать. И он сам превратился в того, о ком он говорит. Причем, мне кажется, давно. Что касается объективности его слов, то я вообще считаю, что он объективным в этой ситуации быть не может. Ну, ни при каких обстоятельствах. Разговоры о том, что в Америке все добрые и веселые, а в России все злые и напряженные, ну, это как минимум преувеличение. Я тоже бывал в Америке, честно говоря, там очень разные люди есть. Очень разные. Я не знаю, где там Макаревич пребывает, в каких местах, но, скажем, мне пригодилось там бывать в очень бедных кварталах разных городов, где ты просто заходишь в этот район, и за тобой начинают идти эти значит, как их называют? Афроамериканцы. Да, афроамериканцы недобрые, да. И ты понимаешь, что еще немного, они просто тебе башку проломят или ограбят тебя, или что-нибудь в этом роде. Я так напомню, господин Макаревич, что в этой стране с добрыми людьми буквально каждый месяц происходят массовые расстрелы в школах, на улицах. Вот они такие добрые и веселые, что так весело берут автомат, весело начинают стрелять школьников, и вообще Америка это занимает первое место в мире по количеству убийств с применением гастрельного оружия. Вот откуда это? У мирных добрых американцев. То есть это само по себе передергивание. Это, во-первых, а во-вторых, ну что ж, Макаревич можно сказать, вы знаете, а это все потому, что на самом деле Америке никто не угрожает. Потому что разговоры о российской угрозе – это басни, мифы. Америка живет в свое удовольствие, потому что по большому счету она угрожает всем. А мы напряжены, потому что она нам угрожает. И это совершенно реально. Потому что она вместе со своими друзьями в Европе ввела против нас санкции. Потому что она строит козни против нас и вставляет палки в колеса нашему экономическому развитию. Потому что мы на самом деле находимся в ситуации обороны. Поэтому, может быть, мы не такие расслабленные и улыбчивые, как хотелось бы господину Макаревичу. И кроме всего прочего, если в Америке так хорошо, ну так переезжайте в Америку, господин Макаревич. И все. Живите там. Вы будете окружены добрыми, улыбчивыми людьми. И не надо делать такие длинные перерывы в три года. Сюда лучше пореже приезжайте. Глядишь, вам и легче станет. Переходим к следующей теме. Депутаты Верховной Рады Надежды Савченко лишили мандат. Как быстро можно на Украине из хероя стать главным зрадником? Ну, это признак всего того, что называется несостоявшееся государство. Вот они что-то лепят, лепят какую-то нацию, лепят, лепят национальные идеи. А в итоге получается так. Кто быстрее кого предаст, тот и молодец. Вообще, я неоднократно говорил, еще раз повторю, что попытка выстроить свою идентичность на судьбе предателей, я имею в виду Бандеру, Шахевича и всех этих людей, которые сотрудничали когда-то с нацистами, она привела в том числе к тому, что, собственно говоря, предательство и стало основной национальной идеей политического украинца. Вот вовремя предать – это не предать, это предвидеть. Как есть такая цитата, да? Смотрите, как быстро они предают собственных героев. Ведь она героиня. Недавно еще буквально они там просто кипятком писали, как бы, да, по поводу Надежды Савченко. Она вернулась, Надежда вернулась в Украину, Украина теперь есть надежда. А сейчас они просто топчут ее, утирают об нее ноги. И чего же вы стоите, господа политические украинцы, если вам так легко, если вы так легко предаете не только собственных вчерашних, так сказать, братьев, хотя я считаю, что мы все равно единый народ. Вот это просто, это подтверждается самыми разными обстоятельствами. И собственное прошлое предаете, но и нынешних, сегодняшних героев, вам на них наплевать. Вчера вы на нее молились, сегодня никто даже особо не вышел ее поддержать. Заметьте, что с вами происходит. Для вас вообще просто нет ничего святого, даже в том маленьком мерке, который вы себе выставили. Вам достаточно сказать, что все, этот человек больше не рукопожатный, выдумать про него любую совершенно сказку, вот, и вы его тут же предаете, моментально, так сказать, вот в мгновение ока. Она уже для вас, вам не нужна, она уже, так сказать, израсходный материал. Это очень, на мой взгляд, негативный симптом такой вот глубокой болезни всего общества. Потому что принципов-то никаких нет, на самом деле. Есть просто сиюминутная выгода. Ну, надо подумать, слить эту Надю Савченко. Вот надо было за нее, значит, голосовать, когда-то надо было ее поддерживать. Мы поддерживали, не надо, не поддерживать, все, не надо, до свидания, Надя Савченко, ты нам не нужна, пусть я там хоть вообще там голову тебе открутит. Вот это один из признаков, как раз, на самом деле, вот всей этой фальшивки, которая называется украинской государственностью. Потому что это действительно реально фальшивка, слепленная просто вот так вот на колени. Это первое. Но второе, что касается Савченко, я не думаю, что вот прямо уж так вот ее судьба теперь совершенно безнадежна. В принципе, она очень хороший материал для любой политической компании. И я не исключаю, что нынешняя украинская власть делает технологическую ошибку такую же примерно, как Янукович сделал когда-то с Тимошенко. Тимошенко сходила сама с политической сцены. Она на самом деле выходила в тираж, и все, уже как бы ее звезда закатывалась. Он взял ее, посадил по политической статье. Тем самым продлил ее политическую жизнь, позволил ей там устроить целый спектакль. И потом она, как известно, чудесно исцелилась на Майдане, встав с коляски от энергии Майдана. В принципе, Савченко, конечно, фигура не масштаба Тимошенко, даже по украинским меркам помельче. Но от Тимошенко она отличается тем, что она, по крайней мере, внешне не врет. Она, знаете, такая юродивая. Она вот говорит, рвите меня, волки, я за Украину готова все, что угодно сделать, я готова к самопожертвованию. В принципе, я думаю, что это может подкупить очень большое количество людей. В этом смысле она такой благодатный материал для политического проекта, что называется. И, кроме всего прочего, сидя в тюрьме, она станет тем фактором, который можно использовать, не рискуя попасть в ситуацию конкуренции. Так же, как Майдан использовал Тимошенко в свое время. А также, в принципе, кто-то, например, Тимошенко или еще кто-то, может сейчас использовать Савченко, сидящую в тюрьме. Это второе. И третье. Революция, вот это, как угодно ее называйте, пожирает своих детей. Классика жанра. Смотрите, они все против России, и поэтому это перестало работать. Вот все против России. Порошенко против России, Савченко против России, все против России. А политическая конкуренция все равно есть. То есть, вот, лозунг, что я ненавижу Россию, а я ненавижу еще больше, он перестает работать. Он, в принципе, работает, но он перестает работать так, как положено в этой политической борьбе. И тогда надо убирать своих, которые могут представлять опасности. И Порошенко этим занимается. Но попытаться выстраивать диктатуру на Украине все не получится. Украина к диктатуре никак не приспособлена, она ее просто-напросто не выдержит. Сама рыхлая и соответствующее размягченное состояние мозгов, на котором они сами поработали, и олигархическая структура ее. Может быть, можно что-то изобразить в каком-то латиноамериканском, африканском стиле, по модели 70-х годов. Но это долго не сможет продержаться. Ну, предположим, Порошенко сейчас возьмет и зачистит все политическое поле, не быть тем-то катами сберется на второй срок. Хорошо, этот срок пойдет дальше, что? Эти четыре года проходят, что дальше? На самом деле, добиться каких-то впечатляющих результатов вот в том стиле, в каком они работают, у них все не получится. Потому что все-таки все эти годы, которые прошли с 2014 года, в основном это годы снижения, по всем параметрам. Это годы падения. И с точки зрения потери территории, и с точки зрения вот этого гражданской войны, которая там продолжается, ну, конфликты, если хотите, и с точки зрения политического кризиса, экономического, и пока нет никаких признаков, знаете, того, что ситуация переломится к лучшему. Ну, вот так вот. Когда Савченко сидела в российской тюрьме, вся наша прогрессивная общественность и поклонники, там, друзья Макаревича, условного, конечно, говорили о том, что свободу надежды Савченко были очень популярны хэштеги в Твиттере, в Фейсбуке, что вот кровавое российское государство, там, освободите мученицу совести надежду Савченко. Стоит ли сейчас от них ждать таких призывов к украинскому государству? Ну, нет, это все мы уже переговорили некоторое время назад. Ну, во-первых, если уж там возвращаться к этому, во-первых, посмотрите, насколько стопроцентно попали с прогнозами, ну, большинство российских экспертов, когда говорили, что возвращая Савченко, мы возвращаем Украине проблему, и она очень скоро станет проблемой. Я помню, так как мне много по этому поводу тоже пришлось там надрывать глотку в спорах с разными украинскими оппонентами, как они говорили, нет, нет, Надя, Савченко, это все, отдайте нам Надю, она станет нашей Жанна Дарко и прочее, прочее, прочее. Мы говорили, что вы получите проблему, потому что вы сами не понимаете, с чем имеете дело. Ну, и в итоге мы оказались правы на 120%. Это первое. А второе, что касается вот этих вот наших защитников, там, да, Надежды Савченко, где же госпожа Хиджакова, которую я очень уважаю как артистку, которая, помните, выступала в поддержку Наденьки, так сказать, Савченко, где все эти люди, которые здесь тоже вот буквально брызгали слюной и говорили, что кровавая губня мучает Надежду Савченко. Где они? Где они? Почему они не пикетируют сейчас украинское посольство? А это, к сожалению, говорит о том, что и они точно так же готовы очень быстро предавать, если начинают чувствовать изменение ветра. Все, они почувствовали изменение ветра, Надя Савченко говорит что-то не то, значит, можно обо всем забыть. Это называется предательство. Это называется подлость. Вот я лично ни разу не сторонник Нади Савченко. Мне кажется, она отмороженная, ну, если не на всю голову, то на пол головы, как бы, да, отмороженная украинская националистка, которая сама себе придумала вот это амплуа, но она в него поверила и вот в этом юродивом состоянии, как бы, да, находится. Она вот для меня вообще никакая, совершенно не союзница ни в чем абсолютно. Но она позволила себе сказать несколько слов правды. И все. И тут же, и тут же, да, ее как будто не замечают. Ничего, если ее завтра убьют в этой тюрьме. Вот завтра ее, например, если в тюрьме замучают, и в этом случае здесь никто ничего не скажет. Это говорит о качестве тех людей, которые у нас ее когда-то поддерживали и называют себя оппозиционерами. В лучшем случае их обманули, потому что они были рады обманываться. А в худшем случае для них это и есть жизненный принцип, понимаете? Ветер подул в другую сторону, она уже не высказывается так, значит, антироссийски, как им бы хотелось. Все. Она для них уже давно никакой не герой. Кстати, вот к вопросу об их героях. Это же случилось с этим безумным деятелем культуры, так сказать, этим художником, как его там, Павленским, да? На которого взяли и посадили в французскую эту психушку, в дурдом фактически. За те же самые выходки. Да, за те же самые абсолютно выходки, да? Ну и где вся эта прогрессивная общественность? Где все эти абстракционисты, как их Никита Сергеевич Хрущев когда-то называл, да? Где они все, да, на этих выставках? Где вы все, деятели искусств? Где вы, чего не поддерживаете господина Павленского? Точно так же и со всем остальным. Это называется подлость, между прочим, да? Вот так вот бросать своих же героев, это называется подлость. Значит, подлость является абсолютно, так сказать, органично присущей чертой вашего характера. Но вот учитывая это, мы будем и в дальнейшем расценивать все ваши заявления примерно в таком ключе. Спасибо, что смотрели, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.